здравствуйте уважаемые обучающиеся группы 2 фр представляю вам новую тему проблемы формирования капитала рассматриваемые вопросы соотношение риска и доходности проблемы формирования определенной структуры капитала так первый вопрос соотношение риска доходности под оценка риска понимает совокупность аналитических мероприятий позволяющий спрогнозировать возможность получения дополнительного предпринимательского дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска вот степень риска это вероятность наступления случая потерь а также размеры возможного ущерба от него имущества и банкротства предпринимателя так далее рассмотрим что же такое риск вот есть относительное выражение и абсолютное выражение понятия риска в относительном выражении под риском понимается величина возможных потерь отнесенная к некоторой базе в виде которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предприятия либо общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности либо ожидаемый доход то есть под риском до простыми словами понимается это возможные потери которые возникают в ходе предпринимательской деятельности также под риском понимается не только потери но и возможности в ходе которых у предпринимателя возникают новые идеи например по развитию бизнеса по раскрытию каких-то новых возможностей до перспектив будущем и так далее вот предпринимательские потери это в первую очередь случайное снижение предпринимательского дохода то есть происходит что уменьшение экономических выгод в компании именно величина таких потерь и характеризует степень риска вот что такое степень риска да когда компания теряет или возможно потеряет да какие-то свои материальные выгоды в результате какого-то непредвиденного действия так дальше зависимости от величины вероятных потерь целесообразно разделить их на три группы вот это потери величина которых не превышает расчетной прибыли можно назвать допустимый допустимый да потери величина который больше расчетной прибыли относится к разряду критических а еще более к опасен катастрофический риск потери величина которых не превышает расчетной прибыли можно назвать допустимый И потери, величина которой больше расчетной прибыли, относятся к разряду критически. Такие потери придется возмещать из кармана предпринимателя. И еще более опасен катастрофический риск, при котором предприниматель рискует понести потери, преимущественно превышающие все его имущество. Так, вот это я уже говорила. Так, это я лишнюю. Извиняюсь. В общем, вот, существуют три группы. Допустимые, критические и катастрофические. Так, в слайде, который я прикрепила к универту, уже подправите. Так, дальше. Вот, есть, существует такой стандарт стима менеджмента качества ISO 9001. Называется риск влияния неопределенности на ожидаемый результат. Риск, причем требования данного стандарта, да, к СМК стима менеджмента качества. Степень риска определяется организацией. Риск – это ориентированное мышление, рассматривает риск качественно, в зависимости от контекста организации. Риск может быть, вот, только что мы до этого говорили, допустимый, критический и катастрофический. Да, вы же посмотрите, что же это такое. Вот, существует аналитическая роль, рассматриваемая при анализе, внутреннем анализе предприятия. Прежде всего, проанализировать финансовое состояние компании необходимо, вот, оценив риски, да, и результаты деятельности фирмы. Вот, риски, прежде всего, это, вот, оценивают, сколько должна зарабатывать фирма, да, факторы риска, изменение уровня риска, доходность, компенсирующая данный риск, и оценка результатов деятельности фирмы, исходя из доходности, да, и определенных расходов компании. Так, дальше. Посмотрите, размер денежного ущерба компании, прежде всего, можно определить с точки зрения количественного, да, анализа и качественного анализа. Количественный и качественный анализ производят на основе оценки влияния внутренних и внешних факторов. Посмотрите, какие внутренние и внешние факторы. Домашнее задание – посмотреть виды рисков, выбрать риски, рассмотреть, например, предприятие в таком контексте. Это риск, проблемы, пути решения, вернее, в таком порядке. Дальше. Поддоходность предприятия. Понимается показатель напрямую, влияющий на прибыль, то есть, конечно, результат деятельности любого предприятия. Вот, прибыль мы уже разбирали в прошедшей теме. Да, на прошлом уроке. Так, что необходимо сделать для того, чтобы предприятие было доходным и занимало устойчивую позицию на рынке? Необходимо, прежде всего, производить продукцию, которая пользуется спросом. Реализовывать продукцию по той цене, которая соответствует среднерыночной, по которой потенциальные потребители готовы приобретать данную продукцию. Также производить продукцию в том количестве, которого требует рынок. Лишнего не надо, да, чтобы не создавались запасы. Производить также продукцию при рациональном расчете издержек производства. Так мы с вами рассматривали, чем отличаются издержки производства, да, от расходов и от затрат предприятия. Так, вспомните. Так, оценка, так, это мы уже только что говорили, да. Вот, существуют основные методы увеличения уровня доходности. Семь основных факторов, да, которые влияют на доходное предприятие. Это конкурентоспособность, прежде всего, продукции и уровень спроса на нее, цена, заработная плата, затраты на сырье, материалы, комплектующие, уровень автоматизации, правильная организация производства и труда и внешние факторы. То есть это как внутренние, да, так и внешние факторы. Домашнее задание – привести конкретные примеры доходности предприятия. Так, следующий вопрос. Проблема формирования определенной структуры капитала. Так, этот вопрос частично мы рассматривали в теме 11. Вот, составные элементы капитала, структура оборотного капитала, да, и так далее. Вот, структура финансирования включает себя, это отражается где? В третьей, четвертой части пассива баланса, да, вот, структура финансирования, капитал и обязательства. Собственно, совокупные обязательства, да, это совокупности краткосрочных и долгосрочных обязательств. И, собственно, капитал уставный, добавочный, резервный капитал, нераспределенная прибыль. Вот, нераспределенная, вот, накопленная прибыль, да. И какие основные критерии влияют на структуру финансирования. Это правовой и учетный, прежде всего, да. Да, правовой, это, естественно, закоплено, во-первых, законодательно, да, путем, да. И есть соответствующие правила, которые, вот, регулируют, какие же требования, да, предъявляются к активам, вот, к активной части баланса. Вот, структура капитала, долгосрочный заемный капитал, собственно, капитал, то есть займ, да, и, собственно, капитал, долгосрочный и, вот, собственно, капитал. Про это мы тоже уже говорили на прошлом уроке немножко. Так, дальше, существует ли правильная структура капитала, уроки истории, да, здесь посмотрите в презентации. Так, домашнее задание – привести современные примеры в мире, в Казахстане 2015 года. Вот, собственно, оптимальная структура капитала, ВОК, да, это среднеизвешенная стоимость капитала и заемный, собственно, капитал. Так, посмотрите, какое, какое соотношение, вот, заемного капитала к собственному капиталу, либо наоборот. Мы в следующей теме рассмотрим эффект финансового рычага. Мы уже говорили уже, затрагивали данный эффект финансового рычага, именуемый левериджем, да, то есть соотношение собственного капитала к заемному и наоборот. Вот, дальше, вот, по цели управления капиталом, прежде всего, понимается, обеспечение устойчивого и эффективного развития бизнеса организации. Посмотрите, одной из основной задач управления капиталом, вот я выделила, является оптимизация структуры капитала организации, которая бы соответствовала целям и задачам ее развития. От правильно поставленных целей в организацию, во-первых, зависит, что, вот, эффективное развитие бизнеса организации, да, зависит, во-первых, вот, эффективность источников привлечения капитала, да, и реализация интересов, во-первых, собственников компании, да, прежде всего, это акционеров, да, компании, не считая, в том числе и работников компании. Дальше, вот, посмотрите, то, что в ВОК мы говорили, среднеизвешенная стоимость капитала компании, да, вот, посмотрите, основные расчеты, как из этого всего рассчитывается. Так, и дальше, вот, хотя основа любого бизнеса составляет собственный капитал, на предприятиях и ряда отраслей экономики объем используемых заемных средств значительно превосходит объем собственного капитала. Так, почему это происходит? Потому что в обороте, да, как правило, компания постоянно использует свои деньги, да, непрерывно использует, мы уже про это говорили, деньги, товары, деньги. А в этом обороте нужно не только, да, собственно, капитал компании, да, который находится, как бы, резерв, как подушка безопасности деятельности компании, да, нужны заемные средства, да, которые предназначены для чего? Для развития, да, компании, для поддержания финансовой устойчивости компании, да, для пополнения оборотного капитала, во-первых, компании и так далее. Так что заемные средства, если они в нужном объеме, да, рационально используются, то они необходимы. Для чего? Прежде всего, для достижения высоких конечных результатов компании. Дальше, вот, вот, если компания работает только на собственном капитале, то оценка компании, да, вот, то оценка компании и рыночная оценка собственного капитала, либо его, говорят, акционерно, совпадают. Если в источнике финансировании имеется заемный капитал, то оценка всей компании, под оценкой принимается стоимость всей компании, включая стоимость капитала компании, стоимость бизнеса компании. Вот как рассчитывается. Ви, да, ошем, да, вот. Ви, С плюс, Ди, да, вот. С, вот, Ви, Ф, да, вот, посмотрите, что это означает, да, И, Ди, да, вот, заемный капитал. С, собственно, капитал, Ди, это заемный капитал, да, вот. И в конечном счете мы находим справедливую акционерную стоимость. Вот, в чем она определяется. Так, дальше. В элементы заемного капитала, да, которые, мы говорили, входят в срочный заемный капитал, отражается в пассиве баланса, что здесь включается, да, и варианты привлечения заемного капитала, как правило, вот, первые два существуют варианта. Это через банк, либо путем эмиссии облигации. Облигация – это долговая ценная бумага, как правило, это идет срок свыше, может быть, свыше трех, да, свыше пяти и так далее, может быть, да, мы уже говорили, основные примеры облигаций. Вот представлена литература, СРС, которую вы должны выполнить, да. Все, спасибо за внимание, жду вашей СРС. Так, презентацию я прикрепила к системе универ. Все, увидимся сегодня на занятии. До свидания.